И перейдем к теме, которую обсуждал весь мир в социальных сетях. Распространили информацию об аресте из Сыдзиньпина и военном перевороте в Китае. Аккаунты с верификацией, то есть явно не боты, чаще на английском языке, писали об этом в Твиттере. Различного рода блогеры публиковали видео якобы взрывов в Пекине, а также колонны военной техники. Но вскоре всю эту информацию опровергли, причем не официальные лица, а эксперты по Китаю из различных стран. Мы решили выяснить, а это все для чего? Что там вообще происходит в Китае? Сабина Тургаева знает ответы. Сообщения о госперевороте в КНР растиражировали в индийских, пакистанских и тайваньских СМИ. Эксперт Института мировой экономики и политики Ерсултан Жинциитов связывает эту информационную акцию с предстоящим юбилейным съездом Компартии, подготовка к которому сейчас активно ведется в Пекине. Первым источником всех этих сообщений была тайваньская блогерша, которая у себя на странице на самом деле регулярно достаточно такие интересные альтернативные теории выкладывает. Именно вот этот ее пост о том, что генерал арестовал Си Цзиньпина и все руководство Китая, он быстро разлетелся с помощью западных СМИ. И по мере приближения к 20-му съезду, это вот через полмесяца уже, можно ожидать еще больше таких интересных прейков. Вброс наделал много шума в социальных сетях и в большей части не из-за содержания, а скорее из-за контекста. Писали, что если китайское руководство, цитирую, сойдет с ума и станет непредсказуемым, то третьей мировой точно не избежать. Эксперты же призывают следовать примеру Поднебесной и всегда оставлять голову холодной. Военный переворот в КНР невозможен, хотя бы потому, что прошлое Си Цзиньпина тесно связано с именно военной элитой. Кроме того, после прихода к власти он объявил войну коррупции и существенно обновил военную верхушку. Сам Си Цзиньпин назначил сейчас на высшие генеральские должности то, что называется новую поросль, новую волну на освободившиеся места. Эти люди лично преданы председателю Си. Поэтому говорить о том, что там какая-то именно борьба по вот этим линиям, ну она просто не состоит. Еще одна точка напряжения. Тайваньский пролив. Ситуация действует на нервы не только самому Пекину, но и всем в регионе. В случае военного противостояния двух сверхдержав последствия прочувствуют все. Джо Байден уже заявил, что поддержка Тайваня и оснащение его оружием становится приоритетной задачей для Вашингтона. На этом фоне дружбу против Поднебесной собрались обсудить и в Японии. Туда прилетела вице-президент США Камала Харрис. Соединенные Штаты Америки являются морской державой, тихоокеанской державой. Тайвань – это остров, который находится в прямой, в прямой то, что называется, зоне интересов влияния Соединенных Штатов. И самое главное еще и в рамках конкуренции глобальной с Китаем. Поэтому, когда обсуждают Тайвань в США и обсуждают Украину, это разные уровни обсуждений. Тайвань является приоритетом номер один. Не сопоставим по весу. Предсказывать судьбу Тайваньского пролива не берется никто из экспертов. Однако доводы не пересекать красную линию есть у всех сторон. Пекин не заинтересован в том, чтобы стрелять по своим. А Вашингтону нужен мирный Тайбэй. Хотя бы до тех пор, пока Штаты зависят от острова в вопросе полупроводников. В Тайбэе расположен крупнейший в мире завод по производству микрочипов, аналога которому в мире пока нет. Джо Байден уже объявил о своих планах по развитию полупроводников у себя в США. Почти до 280 миллиардов, со всеми программами, если представить, такие деньги будут выделяться. Чтобы у себя в стране наладить этот периодически важный продукт, как микрочипы. И может в течение 5-10 лет американцы перенесут эти мощности к себе в страну, и тогда Тайвань для них уже не будет так важен. Пекин пока еще зависит от коллективного Запада в вопросе технологий, но уже ищет пути импортозамещения и альтернативные сухопутные маршруты. США заинтересованы в тайваньских микрочипах, но тоже намерены исправить ситуацию. До тех пор, смею надеяться, что хотя бы там политики будут думать рационально. Нам остается только наблюдать со стороны.